Илья Ван Но тем не менее для разнообразия своего контента думаю будет самое то, поскольку серия Лего у меня тоже начинает постепенно развиваться. Но ладно, довольно сейчас лить воду и трепать языком, пора приступать к нашему обзору. Вообще эта серия довольно ограниченная, тем более из этой коллекции у меня уже собрано 4 персонажа. Один пакетик у меня немного вскрыт, так как не мог удержаться и посмотреть кто мне достался. А второй я не раскрывал вовсе, но по ощущениям могу попробовать догадаться, кто лежит в этом пакетике. На самих пакетиках нарисовано 11 персонажей из 18. Ну и давайте мы для начала до конца раскроем тот пакетик, который я уже слегка надорвал. Сразу видно, что детали все будут находиться в большом прозрачном пакетике. И это у нас первый Джафар из мультфильма Аладдин. Здесь очень много мелких деталей, плюс имеется красно-черный развивающий плащ у него. Тряпичный такой. Ну и, как обычно, здесь вкладыш со всей коллекцией. И инструкция по сборке некоторых героев, включая как раз, как мы видим, Джафара. Итак, давайте я его по-быстрому соберу и тогда расскажу вам об этом герое. Итак, Джафар является антагонистом во всей этой франшизе. У него имеется два лица. Одно более серьезное, другое злобно ухмыляющееся. В руках он держит золотой свой жезл, на кончике которого красуется кобра. Честно говоря, сам мультфильм я не сильно помню, так как смотрел очень давно. Но я точно помню, что он был главным визером Агробы. У него история очень трагичная, потому что он, как и Аладдин, жил в нищете и всегда ограблял людей для того, чтобы выжить в пустынном городе. Он с детства всегда был хитрым, жестоким и властолюбивым. По сюжету мультфильма он всеми силами пытался заполучить Жасмин в жены. Даже для этого гипнотизировал своим жезлом Султана, чтобы тот согласился. Сам по себе он колдун с высоким чувством юмора. Но также он хотел овладеть как Лампой Джинном, так и всей Агробой. Как я помню, у него еще был собственный попугай по имени Яго. Который позднее переправился к Аладдину. Но вот во второй части он уже становится зловещим Джинном. В целом, вот такая про него история. Я очень рад, что он мне достался. Поскольку фигурка сама по себе вышла отличная. Пускай где-то и простенько выглядит. Ну а теперь давайте перейдем ко второму пакетику. Второй же пакетик не раскрыт вообще. Давайте-ка я возьму ножницы. И разрежу по нарисованной линии сгиба. Так. Надеюсь, что я тем самым вкладыш не поврежу. И здесь у нас появляется Салли из мультфильма «Кошмар перед Рождеством». А также, как и обычно, такой же вкладыш, завернутый в скотч. Скажу честно, этот мультфильм я не смотрел от слова совсем. Не сказать, что я прямо про него не слышал ничего. Но я познакомился через игры, такие как «Кроуси Роуд» и «Волшебные королевства». В общем, ее детали выглядят на высшем уровне. Волосы просто великолепны. И я уже молчу про принтованную одежду со всех сторон деталей. Сейчас я ее соберу и расскажу про нее в целом. Ну что ж, Салли, как выяснилось, является творением доктора Франкенштейна. Она была шита из частей разных людей. И носит также оборванное платье, которое шито как раз в свою очередь из разных лоскутков и тканей. И обуто черные туфли. У нее также, как и у Джафара, имеется двойное лицо. На одном она показывает зубы, когда улыбается. А на другом не показывает вовсе. В руках она держит два репейника, которые в комплекте с самой Салли шли. Вообще, по характеру она была доброй, тихой и адекватной девушкой, по словам Санты, в городе Хэллоуин, откуда родом и Джек Скилингтон, в которого она влюблена была тайно. По сюжету же мультфильма, она жила с доктором Франкенштейном, пока Джек не решился устроить Рождество в обычном людном городе. Как она не пыталась уговорить Джека не причинять обычным людям вред, он его не слушал, и ей пришлось тайно следовать за ним, помогая при этом Санте избавиться от Бугимена, думая, что Джек разбился при проведении Рождества, однако позднее он сам приходит на помощь Салли, которая не справилась с Бугименом. В результате чего, после победы над ним происходит любовный роман между Салли и Джеком, таким вот прояснился трогательный сюжет, о котором я слышал, но еще не смотрел. Возможно, позднее этим займусь. А что касается самой фигурки, то Салли сделана прямо на высшем уровне, никаких претензий к ней нет в качестве смазанных принтов и так далее, как в случае и с Джафаром. Блин, это реально крутая коллекция, печально, что она сейчас не актуальна уже, потому что она издавалась в году 2019, и находить ее уже намного-намного сложнее. То есть, либо довольствоваться теми персонажами, что ты имеешь в коллекции, либо же покупать втридорога на тех сайтах, которые ты хорошо знаешь и уже там заказывал что-либо. Давайте я вам быстренько покажу всю коллекцию персонажей, и давайте переходить в конец этого ролика. Ну что ж, вот она моя вся коллекция на данный момент по второй серии мини-фигурок Диснея. Как видите, какая-то из фигурок пострадала немного, но уж теперь как есть. Надеюсь, что, возможно, я найду с ними где-то еще пакетики, если они пока где-то продаются, если же их не будет уже нигде, то мне придется сделать второй вариант и смириться с тем, что эту серию до конца я собрать не особо смогу. Надеюсь, что вам видео понравилось. Напомню, что сегодня был обзор на две новые фигурки персонажей Салли из Кошмара перед Рождеством и также Джафар из Аладдина. Это был канал Илияуан. Ждите еще видео на канале, когда будет свободное лично у меня время и возможности, то постараюсь для вас это дело показать. Еще увидимся в других обзорах и видео, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok